МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горячая пора у дорожников. С начала сезона в Альметьевске восстановили более 8 тысяч квадратных метров дорог. Работа продолжается. Больно хорошо, потому что надо. Машины ездят, прыгают на кочках. А в одном из переулков села Айсергапово в Бавлах дорожной техники пока не видно. Жители жалуются, что дожди размывают дорогу, и проехать по ней почти невозможно. Перез переулок, где яма на яме, особенно в грязь, мне передвигаться тяжело. А что вы сделали? Продавал не существует трактор. Там тысяча ущерба. Трактор, не существующий, деньги настоящие. Альметьевские полицейские задержали интернет-мошенника. В эфире новости Юго-Востока в студии Тимур Туманов. Здравствуйте. В Альметьевске продолжается дорожный ремонт. Сегодня началась укладка асфальта на улице Утыс-Имени в зоне Д. Продолжают заниматься ямочным ремонтом. Сегодня в порядок приводили покрытие рядом с 65-м домом на улице Фахредина. Больно хорошо. Потому что надо. Машины ездят, прыгают на кочках. Так что правильно все делается. Где жбы? Ее тоже сделали. Ямочный ремонт тоже молодцы. С начала ремонтного сезона в городе отремонтировано почти 8 тысяч квадратных метров дорог. Верхний слой асфальта восстановили на улицах Советской, Бегаш, Гагарина, Ленина, Фахредина. Ямочный ремонт охватил более 2,5 тысяч квадратных метров дорог в разных частях Альметьевска. Жители села Исергапова Бавлинского района жалуются на состояние переулка на улице Советской. Весенний паводок и дожди размывают дорогу возле их домов так, что пройти или проехать по ней становится почти невозможно. Подробности у Айгуль Габзрафиковой. Такая проблема возникает у нас каждую весну, когда паводок, а также летом, когда идут обильные дожди. Вода течет по этой трубе, а потом попадает на переулок и размывает его. И тогда здесь никому нельзя пройти. Особенно трудно приходится детям. К приезду нашей съемочной группы на место переулок имел более-менее приемлемый вид. По крайней мере, по нему можно было пройти, не боясь застрять в грязи. Снег уже успел растаять, а вода, которая истекала с труб, практически высохла. Но жители, которые живут по улице Советской не один десяток лет, заверили, что такой дорога останется недолго, буквально до следующего дождя. Сначала эту проблему жители пытались устранить собственными силами. Раньше, когда я был моложе, сам пытался эту проблему решить. На лошади привозил гравий, засыпал дорогу. Сейчас у меня такой возможности нет. Да и возраст уже не тот. Эту проблему я просил решить главу поселения, ведь сюда даже транспорт не может заехать. Не говоря о людях. По словам пенсионера, просто засыпка гравия на дорогу проблему не решит. Тут необходимо принимать комплексные меры. Особенно тяжело приходится Фанелю Галимову. У него нет двух ног. Их он решился уже давно. Сейчас передвигается на коляске. Через переулок, где яма на яме, особенно в грязь, мне передвигаться тяжело. Мне помогают соседи и толкают коляску сзади. Гульзаря Масалимова живёт в селе 60 лет. По её словам, проблема с дорогой с каждым годом только усугубляется. Вода протекает через овраг и скапливается на дороге. Также часть воды затекает к нам в огород и порой размывает его. Не понимаю, почему нельзя сделать нам нормальную дорогу, ведь сейчас для этого есть все возможности. Беспокоит жителей дорога, которая ведёт к речке Тумбарлинка. Здесь она заросла валежником, что может создать пожароопасную ситуацию. Несколько десятков лет назад такого не было. Здесь проходила дорога. Считаю, что валежник может в любой момент загореться. Как говорят жители, мелкий валежник они могут убрать сами. А вот для уборки крупных веток и деревьев необходима специальная техника. Представить отсыпать 400 метров. Представить из установки двух водопробусных труб. С мету в этом году была просчитана. На данную дорогу необходим порядка трёх миллионов рублей. Если будет возможность включить в программу в 2022 году, мы её включим. Что касается сухого валежника, главарь обещал организовать субботник с привлечением специальной техники. Айг. Благодарю, Артём Артемьев, Эмилия Байрамов. Новости Юго-Востока. Бывшему десантнику из Лениногорска вручил документы на квартиру руководитель следственного управления по республике Татарстан. Юрий Тимошенко, так зовут мужчину, попал в трудную жизненную ситуацию. С ним пообщалась Наталья Лакомкина. Жизнь Юрия Тимошенко навсегда изменил несчастный случай. Мужчина неудачно упал по дороге на работу. Попал в больницу, а затем лишился обеих ног. Я подскользнулся и сел на бордюр. И когда во время падения нога ушла, и получилось, что я на неё просто сели свои массы. Я 92 килограмма весил. И сломал ногу. Юрий Тимошенко прошёл Чеченскую войну в 90-х. Был удостоен многочисленных наград и благодарностей от лица президента России. После службы работал на Севере. В последние годы был оператором буровых установок в Лениногорском районе. Вообще большое спасибо Мухаммеду, девчонкам, всем правкомам. Всем спасибо. Помогают, помогают. Не бросили, помогают. В отношении медработников сейчас ведутся судебные разбирательства. Врачей обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследуя уголовное дело, сотрудники следственного управления Татарстана узнали, что у Юрия нет жилья. Долгие годы он живёт с пожилой матерью в съёмной квартире. Мы не могли остаться безучастными к этой проблеме. Мы обратились к главе района Хусаинова, Регату Галямзяновичу, с просьбой оказать помощь в приобретении ему жилья. На нашу просьбу откликнулись. В свою очередь сегодня также мы привезли мебель. С Регатом Галямзяновичем вручаем вам сегодня документы на квартиру и вот коляска. Спасибо большое вам. Юрию Тимошенко вручили документы на квартиру и подарили электрическую коляску. Шикарно, спасибо вам большое. Наталья Лакомкина, Новости Юго-Востока. Полицейские Альметьевска задержали интернет-мошенника, который продал несуществующий трактор. Он загрузил фото, добавил описание, указал стоимость и выложил объявление на сайт. Через некоторое время поступил звонок от покупателя, жителя Сармановского района. Подозреваемый попросил его перечислить предоплату в размере 30 тысяч рублей и для убедительности выслал ему фото чужого паспорта, который он нашел несколько месяцев назад на улице. Далее мужчины начали обговаривать способ транспортировки трактора. Так как владелец найденного паспорта был прописан в городе Канаж Чувашской республики, продавец сказал потерпевшему, что техника находится в этом городе. На следующий день подозреваемый позвонил покупателю и попросил перевезти еще 19 тысяч рублей. Но мужчина отказался переводить деньги, мотивируя свой отказ тем, что он уже выезжает по указанному адресу и всю оставшуюся сумму передаст при встрече. Однако после получения денег аферист не выполнил святых на себя обязательств и заблокировал покупателя. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Новгородской области. А что вы сделали? В отношении подозреваемого избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. А сейчас и ситуации с коронавирусом. За сутки у 35 жителей республики подтвердился ковид-19. 14 человек госпитализировано, остальные лечатся дома. На юго-востоке республики новых случаев нет. В Казани заразились 24 человека, в Пестричинском районе трое, в Спасском два. В Набережных Челнах и еще пяти районах республики по одному случаю. Этот выпуск и все наши передачи вы можете посмотреть в любое время прямо в своем телефоне. Если отсканируете камерой смартфона QR-код с ваших экранов, то попадете на наш сайт. Там вы найдете еще больше новостей, чем выходит в эфире. Есть мы и во всех популярных соцсетях. Можете отправлять нам сообщения. Сделать это можно и через WhatsApp, номер на экране. По городскому телефону мы принимаем звонки со всего Юго-Востока. Номер 32-18-88, код города 8-5-5-3. И вот о чем расскажем во второй части выпуска. Увеличение поголовья и строительство нового молочного комплекса. Ознакаевский район с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства Марат Зябаров. Военные песни из кинофильмов под оркестровый аккомпанемент. В Ольметьевске состоялся концерт, посвященный 76-й годовщине Великой Победы. Ознакаевский район с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зябаров. Он осмотрел животноводческий комплекс, конно-спортивную школу и ознакомился с ходом весенних полевых работ. В нескольких хозяйствах района планируют увеличить поголовье крупного рогатого скота. Пока в трех посещенных мероприятиях в сумме насчитывается около 22 тысяч голов КРС. Марат Зябаров ознакомился с ходом строительства молочного комплекса на 4 тысячи дойных коров. Его стоимость более 1 миллиарда рублей. Министерство сельского хозяйства республики в 2019 году сообщало, что в 2020 строительство завершится, а в 2021 году комплекс выйдет на полную мощность. Запуск комплекса планируется осенью этого года. Ознакаевский район одним из первых приступил к полевым работам. И министр отметил, что из графика аграрии не выбиваются. На сегодня уже практически все хозяйства завершают уже и подкормку, и вырнования, посевные. Власти Татарстана отменили все республиканские мероприятия на 1 мая в этом году. Решение принято из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом рассказала сегодня пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова. При этом она уточнила, что каждый муниципальный район будет отдельно принимать решение по этому поводу. За 30 лет в Центр занятости Заянска обратилось больше 40 тысяч человек, и больше 28 тысяч заинцев смогли найти работу. На юбилеи Центра занятости побывала Елена Маврина. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования службы занятости, население состоялось в Заянске. Гостей мероприятия встречала выставка, которую подготовили предприниматели, открывшие свое дело при содействии Заянского Центра занятости. Плюс один, минус девять, плюс три, плюс один. Сегодня служба занятости – одна из важнейших вопросов трудоустройства. Все это находится в ее ведении. Особая миссия выпала на эту службу в период пандемии, когда вся экономическая сфера столкнулась с трудностями, и основными заложниками этого стали люди. Старайтесь быть полезным людям. Вот поэтому сегодня Центр занятости не просто так идут люди, идут с надеждой. Все три десятка лет Заянский Центр занятости шел в ногу со временем. Менялись люди, руководители, менялись законы, появлялись новые вызовы. На все это нужно было вовремя реагировать, чтобы как можно больше людей не остались без работы. За 30-летний период в Центр занятости населению города Заянска обратилось 40 519 человек. Наверное, это можно сравнить с населением нашего района. Трудоустроено более 28 тысяч человек. Это 70% от обратившихся граждан. Более 2000 безработных граждан смогли повысить свою квалификацию. И почти 900 человек открыли собственное дело при содействии Центра занятости. Коллектив Заянского Центра занятости поблагодарили за успешную работу и пожелали дальнейшего развития. Уважаемым партнерам нашего Центра занятости хотелось бы также пожелать, чтобы мы находили точки соприкосновения, были полезны друг другу. В конце торжественного мероприятия прошла церемония награждения. За плодотворную и добросовестную работу сотрудники и ветераны Центра занятости населения города Заянска были награждены благодарственными письмами Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, главы Заянского района, руководители исполкома. Елена Маврина, Юлия Казамарова, Новости Юго-Востока. В Альмитинском детском саду номер 47 дети упражнялись в фигурной езде на велосипедах. Воспитатели совместно с сотрудниками ГБУ «Безопасность дорожного движения» организовали заезд для профилактики ДТП с участием велосипедистов. Перед ними инспекторы объясняли детям правила безопасности. Ребята преодолели эстафету на самокатах и велосипедах. Военные песни под оркестр, песни военных лет из старых фильмов под аккомпанемент эстрадного оркестра услышали гости концерта в Альметьевске. Солистами стали профессиональные артисты и работники нефтяной отрасли. О чем поет оператор нефтяных установок, как готовится к выступлению слесарь оборудования и почему бухгалтер поет песни о войне, расскажет Катерина Машенцева. Что во Дворце культуры намечается что-то грандиозное, было слышно издалека. Внимание прохожих привлекли музыканты с барабанами. А по портретам в руках у этих детей стало понятно, что концерт посвящен победе в Великой Отечественной войне. Мой папа сделал фотографию моего бабая, прадедушки. И потом мы вместе с нашей группой начали готовиться, вот так вот поднимать, ходить, стоять. Вот это все мы вчера готовились, два часа делали на все это. У Альмира в руках тоже фотография деда, прошедшего войну. Сегодня он участвует в шествии полка, но обычно на концертах поет. Я начал петь с трех лет, потом это мама услышала и отдала мне в пять лет уже музыкальную школу. Я там уже начал петь. На сцену предстояло выйти воспитанника музыкальных колледжа и школ. Причем именно в самых маленьких артистах их преподаватель уверен на все сто. Сам режиссер-педагог всегда находится за кулисами. И безусловно, наверное, в этот момент волнуются и дети, и волнуемся мы. Но у нас никогда не случается никаких казусов, потому что дети выполняют свою задачу на все сто, а иногда и все сто пятьдесят процентов. Автором проекта стал Максим Доренков. Он вместе с братом дирижировал оркестром Альметьевского музыкального колледжа, в который вошли 24 человека – педагоги и студенты. Для некоторых музыкантов работать в команде оказалось проще. Всегда по-разному, сольно немного сложнее выступать, потому что ты стоишь один, и вся ответственность как бы на тебе, а когда с оркестром немного спокойнее становится. Участниками концерта были те, для кого творчество – это профессия. И те, для кого это способ отвлечься от основной работы, как для этого мужского ансамбля. Подготовка их номеров заняла около месяца. Были сложные моменты. Ну, во-первых, каждая композиция для нас является новой, то есть мы ее впервые поем. Для нас это не совсем популярный, так скажем, и привычный для нашего репертуара песни. Поэтому мы очень усердно работали. Вдохновением для организаторов стали военные песни старых фильмов. Концерт подготовлен в рамках проекта «Звезды Татнефти» среди участников – лауреата фестиваля талантов правкома. Номер, от которого у многих в зале побежали мурашки, баллада о матери. В диву перевоплотилась Евгения, в обычной жизни бухгалтер. Получив музыкальное и финансовое образование, выбрала мир цифр. Но песни, особенно военные, как она говорит, раскрашивают ее будни. Я вообще очень люблю военные песни, потому что в них можно раскрыть драматизм своего голоса, открыть свою душу зрителям. И в детстве я очень любила книги о Великой Отечественной войне, поэтому я очень прониклась этой темой. У меня оба деды воевали. Завершила концерт песни о победе, которую вместе с артистами пели и зрители в зале. Катерина Машинсова, Булат Усманов, Новость Юго-Востока. Сразу после выпуска новостей прогноз погоды. А я напомню, что еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. Мы есть во всех социальных сетях. И для получения оперативной информации подпишитесь на наш телеграм-канал. На этом все. До новых встреч. Будьте в курсе событий вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин